Состояние гипофизиальной гонадной оси у пациентов с опухольным образованием яичек в настоящее время малоизучено. Анализ гормональной статусы этих пациентов позволяет спрогнозировать и, возможно, избежать метаболических нарушений во время активного лечения или после лечения. Как нам всем известно, данная патология наиболее распространена среди мужчин в возрасте от 15 до 40 лет. В 2020 году по данным Международного агентства по изучению рака было зафиксировано свыше 74 случаев. И 5-летняя общая выживаемость по данным программы СЕР составляет 95 и достигает 99% для локализованных форм. Что касается российской популяции, то заболеваемость ниже, чем в Европе. Как видите, на данном графике в 2021 году было зафиксировано около 1400 новых случаев. И пик переходится на мужчин в возрасте от 30 до 34 лет. Согласно нынешним рекомендациям, активное лечение у этих больных начинается с орфонюкликтомии, что позволяет удалить первичное образование, а также получить морфологическую верификацию заболевания. Порядка 50% больных нуждаются в одевантном лечении полихимиотерапии или лучевой терапии. Эти методы лечения, по данной литературы, оказывают влияние на гормональный фон у этих мужчин. На данном систематическом обзоре метаанализа авторы оценили стандарты, нестандартную химиотерапию и лучевую терапию на уровне тестостерона по сравнению с мужчин, которым было проведено только орфонюкликтомии. Результаты исследований доказали, что риск дефицита у больных, которым было проведено одевантное лечение, высокий по сравнению с пациентом, которые были оставлены под наблюдением после хирургического лечения. Однако другие авторы подчеркивают, что эти нарушения не только связаны с одевантным лечением у этих больных, а связаны с проблемой, которая у них существует до активного лечения. Это наличие микролития, гипотрофия и крипторхизм в анамнезе. Таким образом, мы провели наследующее исследование, чтобы продемонстрировать и выявить фактор, который влияет на гипофизиарно-гонадные регуляции до проведения специализированных методов лечения. За период декабра 2021 по мая 2023 года в онкологическом институте имени Герсена обратились 49 мужчин с новообразованием ВИЧ. Пациенты были комплексно обследованы по стандартной методике. В качестве параметров, которые могли бы ввелять на гормональный статус, мы оценили такие, как возрастные группы, степень ожирения, наследственные заболевания, хирургический анамнез по поводу крипторхизма, вредные привычки, наличие микролитязи, размер опухоли образования. Забор крови для гонодотропных и стероидных гормонов, а также глобулин, связывающий половые гормоны, проводился натошаг между 8 и 10 часами утра. Для установления лабораторных признаков дефицита тестостерона мы считали уровень общей тестостерона меньше 8 наномольный литр. Если уровень общей тестостерона был в диапазоне от 8 до 12, мы учитывали уровень ГСПГС по следующим расчетам свободного уровня, свободного тестостерона по формуле Вермюллина. В литературе есть указание на то, что лютинизирующий гормон и ХГЧ являются морфологически сходными полипептидными гормонами, которые воздействуют на одни и те же рецепторы. Поэтому мы разделили больных на две группы. У тех, у кого были нормальные уровни бета-ХГЧ, состоящие из 30 пациентов. И вторая группа с высоким уровнем бета-ХГЧ, состоящий из 19 пациентов. На данном слайде представлен результат гонодотропных гормонов. Как видите, в общей группе лютинизирующих гормон был низким у 18, в пределах референс значения у 23 и высоким у 8. ФСК был низким у 14, нормальный у 29, а повышен у 6. Уровень пролактина был высоким у 6, а нормальный у 38 пациентов. При анализе уровня гонодотропных гормонов в зависимости от уровня бета-ХГЧ мы получили статистически значимые различия. Данное различие объясняется тем, что у тех больных, у которых был повышен уровень бета-ХГЧ, у них наблюдался низкий уровень гонодотропных гормонов ниже границы нормы. ЛГ и ФСГ. Что касается стероидных гормонов, то уровень ПСА в общей группе ниже 12 и выше 12 наномоль на литр обнаружено у 17 и 32 пациентов, соответственно. Низкий уровень свободного тестостерона отмечался у 10, а в пределах референс значения у 23. Эстрадиол был высоким у 9 пациентов, а у 36 пациентов нормальный в пределах референс значения. Таким же образом при анализе уровня стероидных гормонов в зависимости от уровня бета-ХГЧ мы получили статистически значимые различия. Это различие объясняется тем, что у больных, у которых был повышен уровень бета-ХГЧ, наблюдается высокий уровень тестостерона, общего и свободного, а также эстрадиола. При анализе уровня гормонов в зависимости от наличия криптоархизма в анализе, тем пациентам, которым была проведена орхипектия, мы также получили существенные различия. Как видите на данном слайде, что лютинизирующий и фоликлеостемирующий гормоны у этих больных был чуть выше, а уровень половых гормонов чуть ниже по сравнению с тем пациентом, которым в анализе не было криптоархизма или орхипектия проведена. При корреляционном анализе мы получили связь между лютинизирующим гормоном, фоликлеостемирующим гормоном эстрадиолом и размером опухолевого образования. При анализе уровня гонотропных и стеродных гормонов от возрастной группы курения, ожирения и наличия микролитяза ИЧ статистики и значимые различия получены не были. Таким образом, наше исследование продемонстрирует, что при высоком уровне бета-ХГЧ наблюдается снижение уровня гонотропных гормонов ниже референсного значения. Данная закономерность наиболее вероятно обусловлена ЛГ-подобным действием бета-ХГЧ, который стимулирует выработку гонотропных гормонов, тем самым подавляя уровень гонотропных гормонов отрицательной обратной связи. Мужчине с криптоархизмом в анализе и пересечивающей архипексией подвержены риске дефицита тестостерона. У 43 пациентов с нормальным уровнем бета-ХГЧ отмечался дефицит тестостерона. Основным выводом нашей исследования является то, что функция гипофизиарной гонотропной осы нарушена у 30% пациентов с нормальным образованием ВИЧ до проведения специализированных методов лечения. У одной треть мужчин наблюдались лабораторные признаки дефицита тестостерона, что требуется проведение дальнейших исследований с включением большого числа пациентов для выработки практических рекомендаций. Спасибо вам за внимание. Вопросы? Держите, пожалуйста, была ли у вас, скажем так, контрольная группа? То есть сравнивали ли вы эти же показатели у пациентов без тех проблем, которые были? Спасибо вам. Спасибо большое за вопрос. Это у нас промежуточные результаты. Мы планируем такое сравнение со здоровой популяцией, с такими же возрастными группами, чтобы сравнивать истинное наличие дефицита тестостерона. А также мы планируем клинические признаки дефицита тестостерона оценить с помощью опросников. Соответственно, мы суммируем эти данные и предоставим результаты. Просто я к тому, что гипогонодизм, по сути, у этих 30% пациентов, но не у 30%, но по некоторым данным, в некоторых группах, в некоторых популяциях, близко к этому цифру может оказаться. Хорошо бы сравнить с отсутствием опухоли, с теми пациентами, у которых нет опухоли. Спасибо. Спасибо вам большое. Учитываем. Еще два вопроса. Первый вопрос. Были ли у вас пациенты с билатеральным опухолевым поражением? И думали ли вы о тестостеронозаместительной терапии после лечения этих пациентов? И второй вопрос сразу же по нормам тестостерона. То есть у вас сейчас приведены нормы лабораторные, но мы знаем, что по рекомендации Европейского общества андрологов сейчас нижняя граница порядка 12 наномоль. Учитываете ли вы эту границу или используете ли вы 8 наномоль? Мы считали лабораторный признак дефицита тестостерона ниже 8 наномоль на литр. Если у пациентов находился уровень тестостерона в пределах серой зоны от 8 до 12, то мы учитывали свободный тестостерон, чтобы понять, есть у пациента действительно. Если уровень свободного тестостерона находился ниже 243 пикамол на литр, то это говорит о том, что у пациента есть явление дефицита тестостерона. Если выше, то мы повторно повторили гормональные анализы, чтобы исключить или подтвердить. Это фактически расчетный уровень свободного тестостерона. На самом деле сейчас же есть анализ слюны, который может более точно определить уровень свободного тестостерона. Просто вам как идея для именно этого расчета. Спасибо вам большое. И по поводу опухолевого поражения билатр. Да, у нас были такие пациенты, но в данном анализе мы не включили. Были пациенты, у которых в анализе орхфуникулектомия с одной стороны, потом прогрессируемые заболевания и резекции единственных яичков. Действительно, после нашего наблюдения у них наблюдался дефицит тестостерона, там среднее значение тестостерона 3 наномоль на литр. Они сейчас находятся на заместительной гормональной терапии. Спасибо. И заключительный вопрос у меня. На одном из слайдов вы показали, что на первом этапе лечения пациентам обязательно выполняется орхуникулектомия, правильно? Это большинство пациентов. Если пациенты там метастатические и с выраженным симптомом, и клиническая картина говорят о том, что это действительно герминогенная опухоль яичка, то мы, соответственно, начинаем с неодиуантного лечения. Благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ